Анна Коэн. Зерна граната. Глава первая. Хрустальный гроб. Каждое рутинное действие можно превратить в ритуал. Наполнить каждое мгновение особым, сакральным смыслом, приблизить его к таинству. Возможно, она не думала об этом, а возможно, наполняя кувшин теплой водой, переливая ее в фарфоровый таз для умывания, погружая в нее губку и поднося ее к прозрачно-тонкой руке лежащего, она лишь хотела выразить невыразимое — любовь к единственному, что у нее осталось, что еще не отняли. Она никому не могла доверить эти простые заботы. Лиловые веки чуть вздрагивают. Антуан спит и, быть может, видит сны. Ни в одной старинной сказке принцессе не приходилось сидеть у хрустальной гробницы своего принца, околдованного сонным ядом. Только наоборот. Но Агнес уже давно перестала воображать себя героиней сказки. В тот день, когда смерть едва не забрала ее короля в свои владения, сама она опоздала, непростительно опоздала. В резиденции спегеля рафов Агнес не застала даже Климента, который должен был задержать Антуана и уговорить его принять помощь. Теперь король лежит неподвижный и беззащитный, опутанный точно терновником, трубками из жил и серебряными иглами и больше всего походит на один из хитроумных аппаратов из собственной лаборатории. Когда омовение было закончено, она взяла в руки черепаховый гребень, окрашенный крохотными речными жемчужинами, и принялась расчесывать длинные светлые волосы Антуана. Врачи хотели остричь его, но она не позволила. Люди называли его отравителем и чудовищем за его дела, но она его любила и верила в его душу, неспособную желать зла. Шипела и всхлипывала помпа, качавшая воздух в легкие, беззвучно проворачивались шестерни, выполнявшие работу слабого сердца, заставляя его пропускать через себя кровь. Еще десять лет назад Антуан был бы мертв без всех этих устройств. Он был бы мертв и теперь, не будь он спегельрафом. Через несколько мгновений, наполненных лишь звуками медицинских механизмов, Агнес поняла, что смолкла музыка из шкатулки, поставленной ею у кровати. Отчего-то стало вдруг так холодно и страшно, что она задержала дыхание. Чтобы стереть нелепое наваждение, Агнес подошла к окну и отворила обе высокие створки. Жаль, отсюда не видно ни моря, ни гор, ни лесов, только город. Как бы ей хотелось увезти Антуана подальше от Хестенбурга, туда, где никто не сможет навредить им. Но он еще слишком слаб для путешествий. И тут, далекие и от того приглушенные, со стороны пристани послышались залпы орудий. Агнес вздрогнула и приложила ладонь к горлу. «Чтобы это ни было, оно не пройдет стороной», — подумала она. Вечером горничная доложила ей о визите некоего господина. По ее словам, у него был срочный и чрезвычайно важный разговор к королеве Агнес. Подобное обращение, к которому она так и не имела возможности привыкнуть, заставило ее напрячься. Человек, называющий ее законной правительницей Кантабрии, не мог быть безобидным. После недолгих колебаний она решила принять его в чайной комнате. Покинутый хозяином кабинет, Фердинанда Спегель-Рафа до сих пор пугал ее. На его дверь хотелось повесить замок размером с рыцарский шлем и запретить к нему приближаться, как к зачумленному двору. Возможно, именно там у герцога возник и развился план убийства ее отца, короля Иоганна. В соответствии с этикетом она позволила себе задержаться, а гостю освоиться в ее доме. Через четверть часа она была готова к беседе. Надела простую, но изысканную юбку из золотисто-розового атласа с жилетом того же цвета и белую блузу с пышным жабо. Волосы Агнес оставила свободно не спадать на плечи. Высокий брюнет в строгом деловом костюме ждал, не проявляя ни малейших признаков раздражения или нетерпения. Когда она вошла, мужчина встал из-за невысокого резного столика с гнутыми ножками, поклонился и поцеловал ее, протянутые в милостивом жесте пальцы. «Ваше Величество, кто вы? Одно то, что вы пришли ко мне, как королеве, а не герцогине Спегель-Раф, дает мне повод для сомнений. Агнес отчаянно старалась, чтобы ее голос звучал уверенно и ровно, ни единой фальшивой нотой, не выдавая ее тревог и страхов. Преданный слуга короны, Кристофер Бакер, заместитель главы Дома Весов, к вашим услугам, моя королева, он выпрямился, и в свете газовых светильников сверкнули его очки в тонкой золотой оправе. Вполне вероятно, что Агнес видела его раньше, еще при жизни отца, но тогда подобные ему не привлекали ее внимание, а имена и лица стирались из памяти, не успев оставить след. «Присядьте, герр Бакер, что привело вас ко мне в этот вечер? И если королеве простится некоторое злонравие, то почему преданный слуга короны именно сегодня решил заявить о своей преданности?» она выгнула бровь. «Не могу назвать злонравием то, что принято считать умом и проницательностью», с подчеркнутой любезной улыбкой ответил Бакер и слегка склонил голову. «Листец», — подумала Агнес, «ему что-то от меня нужно, но у меня ничего нет». «В таком случае объяснитесь, вы не можете заставлять даму строить догадки и домыслы». Объяснение пришлось дожидаться еще пару минут. Подали ароматный олонский черный чай. Агнеса не решилась взять в руки крохотную чашку, чтобы не выдать волнение дрожью пальцев. Наконец, они с заместителем главы дома весов остались наедине. «Если позволите, я буду выражаться без витиеватостей, присущих придворным разговорам». «Иного мне и не нужно», — кивнула Агнес. «Говорите кратко». «Как вам будет угодно, Ваше Величество». Бакер сделал глоток обжигающего напитка и оставил чашку. «Президент». «Убит». «Сегодня утром». Солдаты дали залп чести. «Скорее всего, вы тоже его слышали, но, к счастью, огласки пока удалось избежать. Разумные люди помнят, что случилось пять лет назад и не хотят возобновления беспорядков». «Убийца — герцог Спегель, Раф?» Внутренне похолодев, уточнила она. «Нет». Покушение герцога потерпело неудачу, как и прочие его начинания. Бакер позволил себе холодную усмешку. Произошла банальнейшая ссора между Гером Мейером и его ближайшим сподвижником графом Траубендагом. «Оба мертвы. Убийца расстрелян на месте. Значит, Жуакин Мейер мертв. Вы хотите сказать, ей все же не удалось сохранить маску спокойствия? Если я правильно вас поняла, то стране предстоят новые выборы. Надеюсь, претенденты будут хотя бы в половину так же достойны, как предыдущий президент. Насколько мне известно, он многое сделал для простых людей. «Ровно столько же, сколько для разорения аристократии», возразил Бакер. «Не могу не оценить вашей утонченной дипломатичности, но вы кое-что упускаете из виду, ваше величество». «Вот оно», догадалась Агнес. «Сейчас он скажет, зачем пришел и чего добивается». Бакер не спешил. Это пугало сильнее заряженного револьвера. Каждый его жест говорил, он является подлинным хозяином положения. «Не скрою», наконец продолжил представитель дома весов. «Есть влиятельные люди, которые ратуют за сохранение республики, за новые выборы и так далее, но гильдии на вашей стороне, все до единой». Настал черед Агнес выдерживать паузу. «Теперь, когда все прояснилось, каждое сказанное слово будет иметь особый вес. Обожаемые дочери короля прочили балы, пышные приемы и безделье в компании безукоризненных фрейлин. Ее не учили править и вести переговоры, пришло время осваивать эти науки самостоятельно». Несмотря на то, что разговор протекал в идиллической тишине, которую не нарушал даже вездесущий городской шум, мысли проносились в голове Агнес стаями птиц, перепуганных выстрелами. «Что будет, если она согласится? А если откажется? Что станет с Антуаном?» «Сколько у меня на раздумья?» — наконец спросила она. «А разве это стоит хоть малейших раздумий, ваше величество? Вы единственный законный правитель, который может быть у Кантабрии. Вас уже короновали почти год назад. Вы произнесли клятву при свидетелях. Как все мы знаем, ваш супруг не может выполнять свой монарший долг, поэтому вы должны править вместо него». «В день нашей коронации династия была свергнута, а Великая Кантабрия стала республикой», возразила Агнес. «Кто признает королеву после такого позора? Я не хочу вновь проходить сквозь толпу». «Позором будет отречься от престола», с нажимом произнес Бакер, перебирая заостренными по последней моде ногтями. «Вам известно, что сила королей заключается в том, чтобы менять историю, ваше величество, и не только то, что должно произойти, но и то, что уже свершилось». «Что вы хотите этим сказать?» «В историю войдет только то, что вы захотите там видеть». «Если не откажетесь от этой чести», мужчина склонил голову и приложил ладонь к сердцу, будто принося присягу. «Но, боюсь, вам стоит поторопиться, моя королева». «Совет состоится завтра в полдень, и если вы не заявите свои права на Кантабирийский престол, даже гильдии не в силах будут вам помочь». Агнес встала, давая понять, что разговор окончен. «Благодарю за визит, Герр Бакер. Я приму решение к рассвету и буду готова о нем объявить. Где состоится совет?» Бакер улыбнулся. «Восточное крыло дворца уже восстановлено. Дома зодчих и мастеров немало сил вложили в этот проект». Она сдержанно кивнула. «Я буду там завтра в полдень, какое бы решение не приняла». Гунива Амберхольд пришла за час до полуночи. Без записки, вложенной в надушенный конверт, без предупредительного звонка, бронзового дверного колокола, без лакея и охраны. Тихонько постучала в дверь кухни, скрытую густым тенистым кустарником в недрах сада Спегера Рафов. Назвала свое имя и покорно ожидала, пока о ней доложат, согревая пальцы с обкусанными до мяса ногтями оболовянную кружку с кофе. Разумеется, ей, назвавшейся герцогиней и фрейлиной, не поверили. На счастье Гунивы Агнес не спала, она не могла спать. Ей в руки хотели вложить ношу, которую не смогли удержать ни ее отец, ни муж, ни Жуакин Мэйр, а его боготворила вся страна, от золотого порта Галии до мыса льдов. И дали только ночь на размышления. Что значили слова Бакера об истории, которую можно переписать? Неужели то, что даже год изгнания можно стереть из памяти народа, превратив его в нечто иное? Немыслимо. Известие о таинственной гостье застигло ее врасплох. Агнес почти решилась малодушно ретироваться о Виндхунд, оставив судьбу страны другим и посвятив остаток жизни заботам об Антуане. Хотя сонная горничная умудрилась несколько раз ошибиться в имени незнакомки, Агнес тут же поняла, кто ждет ее в полутемной кухне, считая минуты, веря и не веря. Она помнила Гуниву совершенно иной. Давным-давно это была утонченная придворная куколка, созданная для светских бесед и лукавого флирта, наперстница ее шалостей и детских интриг. За выскобленным столом сидела, сгорбившись, заплаканная светловолосая женщина с тусклым безразличным взглядом. У Агнеса в груди скрутился болезненный узел. Она осторожно подошла и присела рядом, не нарушая молчание, которое было красноречивей любых слов. Взгляд невольно остановился на нескольких продольных царапинах, на припухших щеках гости, какие может оставить только иступленная скорбь. «Ты уже знаешь о нем?» Голос Гунивы был глухим и хрепловатым. Агнес не понадобилось задавать вопрос, чтобы понять, о ком идет речь. «Узнала пару часов назад», честно ответила она, а утром услышала стрельбу. Ее не удивило и тем более не оскорбило то, что бывшая фрейлина не обратилась к ней соответственно титулу, не раскланилась, даже не произнесла слов приветствия. Мрак в желтоватых отблесках угасающего очага и единственной керосиновой лампы уравнял их, как уравнивал всех женщин, трудившихся в кухонном чаду изо дня в день. «Я там была. Я была женщиной Мейера», зачем-то уточнила Гунива. «Только слепой бы не понял этого». «Сочувствую твоей утрате». Агнес с готовностью приняла роль утешительницы и протянула руку, чтобы коснуться острого плеча Гунивы, но та отпрянула. «Не думаю, ваше величество». «Прежде чем жалеть меня, извольте выслушать всю правду». «Если быть предельно откровенной, я бы никому не хотела этого рассказывать, но опасаюсь, что ваша милость узнает обо всем от злых языков, а я окажусь лгуньей, поэтому лучше я сама». Ее рассказ был долгим, а речь прерывистой. Агнес Агнес узнала о том, как благородная дочь герцога прошла через череду публичных домов, цепляясь за жизнь и остатки достоинства, как была вызволена из рабства мэйром и как была ему благодарна. Но едва она смогла расправить плечи, ассистент Жуакина начал угрожать, что расскажет президенту об аристократическом происхождении фаворитки, и тот откажется от нее. Но подлец не успел воплотить свои угрозы. Он сделал нечто худшее. Говорят, он не мучился, простонала Гунива. Хотела бы я, чтобы ублюдок страдал за двоих, но нет, его даже не судили. Агнес не знала, что ответить, она даже не могла поднять глаза на подругу юности. Подобное чувство она испытывала много лет назад, когда ее любимец, коротколапый песик Дарси, возвращался с прогулки перемазанным землей и выкашливал на хозяйскую постель нечто многоногое, пойманное в саду, скользкое от слюны и еще почти живое. Она не переставала любить его, но брезговала гладить, пока питомца не отмыли дочисто. Настенные часы пробили час по полуночи. «Презираете меня?» «Нет», прошептала Агнес, смахнув выступившие слезы стыда. «Что ты? Нет. Чем тебе помочь? Боюсь, я могу не так много, но комнат здесь достаточная и ты вполне. Королева Кантабрии может все». Глаза гунивы вдруг загорелись отчаянным огнем. «Если Жуакина признают преступником мы, если…» «Если…» «Я не принимала отвар уже несколько месяцев». Она понизила голос. «Понимаете, если…» «Тогда я погибну. Это хуже публичного дома. Это государственная измена». Агнес была королевой считанные секунды, от первого и до последнего слова клятвы, произнесенной в ратуше. Она не чувствовала себя королевой. Она ничего не должна была людям, погубившим ее отца, дом и юность. Но что-то подсказывало ей, если сейчас она откажется от короны, то загубленных жизней будет намного больше. Пересилив себя, Агнес взяла гунниву за руку. «Расскажи мне о Жакине Мэри, все, что знаешь. Тогда, возможно, я смогу что-то сделать». Не раз за многовековую историю женщины восседали на троне Кантабрии и носили ее тяжелый изумрудный венец. Почти все они были вдовами, и многие становились ими по своей воле. К услугам правительниц были стилеты, яды, шелковые удавки и несчастные случаи. Сольвик справедливая избавилась от четырех супругов за двадцать лет своего правления, пока ей не перестали навязывать новых претендентов. Но это только легенды, верить которым удел Челяди. Агнес не была вдовой и не хотела ей быть, но ее платье, маленькая шляпка с пером ворона и даже перчатки, которые она выбрала для появления на совете, были черными, с павлинием зеленым отливом. Так она выглядела старше и, как ей казалось, решительнее.